Что же было самое запоминающее в ФВБ? Конечно же практики. Но говорить о практике было слишком просто. А у костра хочется говорить по душе. А я помню, как всё начиналось. Я помню свою самую первую бессонную ночь на ФВБ. Это был первый семестр. И на следующий день нужно было сдавать сайт по информатике. И вот я стараюсь. Ну что-то ссылки у меня едут. Картинки не там. А уже скоро утро. И вот так я решила, что не пойду спать. Потому что было очень важно доделать. Очень важно. И на следующий день я прихожу. И первым делом мне Боря Нагаев говорит. Ну так как мало кто успел сегодня доделать сайт. То доделать переносится на две недели. Так я научилась тому, что не всё в этой жизни зависит от меня. Но на бессонную ночь я уже вот тогда подсела и только недавно слезла. Но в какой-то момент становишься просто физически слишком стар для такого режима. Я вот, например, на пятом курсе делала свой преддиплом вот прям в ночь перед сдачей. Помню, как сдала текст рецензенту в час ночи и принялась делать презентацию. Но в силу возраста заснула прямо на ноуте. И проснулась в 10 утра на следующий день без готовой презентации, без напечатанного текста. И одна лишь мысль и уверенность в том, что всё будет хорошо, было в моей голове. И действительно всё было хорошо. Потому что ФББ научил, что дедлайны это не так страшно и ко всему можно подготовиться. А ещё нужно учиться расставлять приоритеты. Но некоторые уроки ФББ даются очень горьким опытом. Как-то раз на втором курсе в 5 утра я сидела делала практику для информатики. И он какой-то был жутко интересный, мне так зашло. Ну я и писала его прямо в фарменеджере. И вот оставалась уже пара предложений. И тут отрубили интернет. Конечно, ни слова из того, что я писала, не сохранилось. И хотя я успела восстановить по памяти текст практикума к 7 примерно утра, но мне это очень не понравилось и больше так не захотелось. И так ФББ научил меня делать бэкапы. Ну и ФББ тоже кое-чем научил, хотя я очень сильно сопротивлялась. После солнца и лёгкого поступления в Олимпиады мне казалось, что море не в колено. Не хотелось каких-то свершений. Ну, например, Нобелевку курс к третьему. А оказалось, что к третьему курсу я только научилась включать оригин, репликации от стран в транскрипте. Так что ФББ научил меня трезво смотреть на вещи. Трезво – это хорошо. Тут пора рассказать про посвят. Так получилось, что мой первый посвят был аж на третьем курсе. Но всё равно ФББ большиньки не помнят первый курс. Вот да, только после этих трёх лет я ожила и осмелилась поехать таки напосвят. И там, конечно, открылся другой мир науки совершенно. Вернее, даже не науки, а искусство. Правильно, пятидозировать. Я была совершеннейшим новичком, поэтому быстренько оказалась в лесу, на ветке, размышляющей над тем, как хорошо было бы пошевелиться, но что-то как-то никак. И только благодаря моим однокурсникам, которые искали заблудшие души вроде меня в этом октябрьском лесу, мне удалось не замёрзнуть в тот вечер. И это было бы жутко обидно, умереть в этот день в лесу, потому что мы вот только-только пережили второй курс, освободились от этих всех пересдач наконец-таки. Да, пересдача это вообще жуть. На втором курсе у нас была целая футбольная команда пересдачников. А в такой весёлой и большой компании уже не так страшно. Но тогда ещё были другие времена. Можно было иметь сколько хочешь пересдачу, первую, вторую, третью, четвёртую, даже пятую. Главное было заднюю не включать, тогда бы всё сдавалось. Вот это точно, потому что на первом курсе у меня была просто сплошная задняя. Было страшно из-за всего. И доходило до смешного. Я помню, как на биоинформатике в первый семестр, кажется, нас уже, наверное, четвёртый раз спрашивают, что такое сплайсинг. И наш курс обычно безмолвствует. И поэтому включают рандомный выбор студента. И от этого ещё страшнее, потому что ты вжимаешься в стул и думаешь, господи, хоть бы не я. И не думаешь о том, что такое сплайсинг. Быстренько гуглишь, находишь, чувствуешь облегчение, но в то же время думаешь, ну я же это уже проходил, я это знаю, почему это не пришло в мою голову. Непонятно. Но чем дальше, тем легче, больше опыта и больше осознания того, что ошибки – это нормально. Чувствовать себя в чём-то неуверенном – это тоже нормально. Не знать чего-то, задавать глупые вопросы. Все это может заставить тебя сомневаться в себе. И тогда различные самозванцы, депрессия, прочие демоны, они лишают тебе радости и желания жить. Да, про страхи это всё правда. Я помню, что меня ещё в школе пугали тем, что вот в университете никто тебе помогать не будет. Со всеми проблемами будешь разбираться в одиночку. Господи, какое же счастье, что это оказалось неправдой. На самом деле, это очень простая, но очень важная для выживания наступивая идея. Она заключается в том, что если признаться в том, что тебе трудно и попросить помощи, то никто тебе не откажет. Обязательно кто-то откликнется. Нужно просто перебороть это в себе и не побояться попросить конспекту однокурсника, не испугаться и главное не забыть вовремя попросить отсрочку по БЮНФЕ. И не бояться спросить совета у коллеги по лаборатории. Это совершенно универсальная идея, это везде работает. Например, даже для съёмок этого видео нам пришлось попросить отсрочку. Но, конечно, всё это возможно только благодаря тому, что у нас на ФББ замечательные люди, понимающие. И даже преподаватели, которые выглядят суровыми, они никогда не откажут помощи. Вот да, действительно, тёплая, доверительная атмосфера – это самое ценное, что есть на ФББ. И очень хочется, чтобы так и оставалось, что та высокая планка, которая есть на ФББ, она поддерживалась не в ущерб душевному состоянию как студентов, так и преподавателей, чтобы не было выгорания. Ведь в такой атмосфере мы будем способны достигать всё больших и больших высот. Да, но не всегда есть сила и понимание, как этих высот достигнуть. Поэтому я очень благодарна, что, когда я продавалась, мне задавали ещё один шанс. Вот, в конце концов всё получилось. Да, потому что, когда тебя поддерживают и когда дают ещё один шанс, то появляется вера в людей, и она очень сильно помогает выжить на ФББ. Но самое удивительное в том, что она как-то накапливается в тебе, и со временем, совершенно непонятно как, но перерастает в веру в себя. Да, а если веришь в себя, то кто сможет нас остановить? Да никто. Так, что у нас ещё осталось? Планы на будущее. Да, кто писал планы? Ну, у меня тут есть кое-что. Это уже... Пожарная тревога. Согласно планам эвакуации и световой... Согласно планам эвакуации и световой... Согласно планам эвакуации и световой...